Сейчас в Украине идет полномасштабная, ужасная, трагическая и просто отвратительная война, которая ломает судьбы миллионам людей, миллионы людей покидают свои дома, своих родных, иногда теряют жизни, во многих случаях дети испытывают сильнейший психологический стресс, так же, как и взрослые. В общем, происходят просто невероятные события, которые, я уверен, что многие из нас вообще не могли бы представить никогда себе в своей жизни, но, к сожалению, мы живем в таких сегодня условиях. В том числе и страдают, помимо украинцев, конечно, которым сейчас сложнее всего, страдают жители России, которые живут в стране, которой тоже, наверное, никто и не хотел думать и мечтать, что будут такие условия в этой стране жизни, и те условия, которые создает текущая власть, и, по сути, вся система, выстроенная верхушкой власти во главе с так называемым гарантом конституции, которая постоянно нарушается президентом России Владимиром Путиным, да, и все эти условия, конечно, вводят в большой ужас не только жителей Украины, и, конечно же, они сейчас, как я сказал, находятся под, в прямом смысле слова, огнем, вот, ну и также, помимо миллионов украинцев, которые бегут из Украины, бегут из России десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч людей, которые не хотят жить в таких условиях, которые хотят сберечь свою жизнь, свое будущее, будущее своих детей, не хотят, чтобы их дети находились в таких условиях и все это испытывали на себе, и я понимаю, что сейчас ситуация, когда не стоит сильно задумываться о том, куда ты бежишь, да, а все задумываются о том, откуда они бегут, и это все можно, конечно, объяснить, я все это понимаю, даже находясь в Канаде, я вижу, как это все происходит, и я нахожусь, наверное, не в меньшем стрессе психологическом, чем многие люди, но, тем не менее, конечно, в более спокойных условиях, но, живя в Канаде, я хотел бы со своей точки зрения посмотреть на эту ситуацию и, может быть, предостеречь некоторых, а может быть, просто и рассказать или, скорее, задать те вопросы, на которые вы должны дать себе в первую очередь ответ, прежде чем принимать решение, в какую страну вы едете, где вы хотите получить спокойствие, где вы хотите, возможно, начать новую жизнь, и эти вопросы очень важно себе задать, прежде чем вы делаете очень серьезные шаги, потому что в некоторых случаях это может быть не менее сложно и не менее трагично, нежели чем вы сейчас находитесь в текущих условиях, да, поэтому я сегодня поговорю о том, что вас может ждать в Канаде, к чему нужно готовиться в первую очередь, если вы выбираете эту страну как ту, в которой вы хотите получить какое-то убежище, какое-то спокойствие, возможно, начать новую жизнь и, в общем, задать вам ряд вопросов, которые вас должны натолкнуть на размышления. В общем, давайте начинать это видео и поговорим сегодня именно об этом. Если кто-то еще не со мной не знаком, то меня зовут Глеб, я живу в Канаде уже более шести лет, являюсь гражданином этой страны и очень ее люблю, по-настоящему мне здесь комфортно, мне здесь очень нравится, я жил в разных городах, сейчас я проживаю в городе Нанайма, который находится в британской Колумбии провинции, на острове Ванкувер, и кадр, который вы будете видеть в этом видео, снятый как раз в северной части города Нанайма, это очень небольшой городок на 100 тысяч населения, здесь очень спокойная, размеренная семейная жизнь, и сюда мы переехали из крупного города по канадским меркам, Калгари, поэтому я теперь знаю жизнь разную и в крупном канадском городе, и в небольшом городе, поэтому могу несколько сравнивать и давать свое как бы видение на все это, да. И опять же, я люблю Канаду, но сегодня вещи, о которых я буду говорить, возможно, вызовут у вас сразу же бурю эмоций, и вы подумаете, что я кого-то хочу отговорить, или я вот специально договорю, чтобы люди сюда не ехали, да, но это абсолютно неправда, потому что те из вас, которые давно смотрят меня, уже на протяжении шести лет, точно знают, что я всегда с огромным энтузиазмом, с огромной любовью рассказываю о Канаде, пытаюсь рассказать о ней больше хорошего, нежели чем плохого, потому что плохие вещи здесь, конечно же, тоже есть, это не идеальная страна, это не рай на земле, но, тем не менее, это Канада, Канада это страна, которая входит в топ стран, да, по качеству жизни, по уровню счастья людей, которые здесь проживают, и здесь очень много хорошего по-настоящему, да, и жизнь у многих людей здесь складывается хорошо при определенных условиях, именно о которых я сегодня и хочу рассказать. Но, безусловно, жизнь складывается у тех, кто прикладывает много усилий, и те, кто готовились к переезду к этой стране и действительно этого очень хотели, да, но сейчас очень многие люди просто выбирают Канаду по той причине, что, во-первых, нужно убежать откуда-то, и, во-вторых, нужно прибежать куда-то, и вот у всех возникает в голове Канада, да, Канада вроде бы исторически очень хорошо относилась к Украине, хорошие связи с государством Украины, и здесь очень много осела украинцев традиционно, были несколько волн эмиграции, этнических украинцев очень много, да, и поэтому Канада и Украина вроде как близкие страны, но не это является ключевым, да. Когда вы едете в другую страну, вы должны, страну вы должны себе задать очень важные вопросы, именно о том, как вы будете жить в новой стране. И почему я именно решил записать это видео? Потому что я знаю, что сейчас, по крайней мере, много украинцев, потому что для них сейчас создали, ну, на мой взгляд, это самые-самые благоприятные условия для переезда в Канаду, и чтобы здесь остесть, чтобы здесь работать и жить, для этого сейчас с точки зрения виз есть все условия, да, и вот открытие новой, вот этой вот так называемой новой визы для украинцев, она как раз этому и благоприятствует, благопрепятствует, благоприятствует точнее, вот. Но многие вот думают, окей, куда мне сейчас ехать, или в Европе осесть, да, или сразу же лететь в Канаду. В Европе, на мой взгляд, лично это то, что я на сегодня вижу и что я на сегодня знаю, намного лучше условия для такого временного пребывания, да, то есть если вы хотите просто пережить это военное время и просто быть в безопасности, возможно, в Европе сейчас намного лучше, потому что все европейские страны объединились, они принимают украинцев, дают временный вид на жительство, дают очень много всяких, так скажем, бенефитов, да, и вплоть до того, что начинают выплачивать какие-то пособия, начинают помогать с трудоустройством, начинают, многие волонтерские организации даже предоставляют жилье, предоставляют на первое время какую-то еду, какую-то защиту, да, вплоть до того, что сейчас есть бесплатные переезды железнодорожным транспортом между странами Европы, да, то есть сейчас очень много делается для миллионов украинцев, которые уже покинули страну для того, чтобы осесть и какое-то время жить в Европе. Но Канада пошла немножко другим путем, и она говорит, мы никому не даем бешенства в Канаде, то есть здесь нет классических бешенцев, которые вот приезжают, получают бешенскую защиту, так скажем, да, или становятся юридически бешенцами в Канаде, и от этого начинают получать всякие пособия, всякие бенефиты и так далее, их начинает государство поддерживать, выделяются на них большие бюджеты, чтобы этих людей поддерживать. Канада сказала, мы этого делать не будем, но мы для вас, украинцы, граждане Украины, даем возможность приехать легко сейчас достаточно в Канаду, и если вы здесь способны жить, способны себе найти работу и способны сами себя содержать, для вас есть все условия. Вы можете получить рабочую визу, вы можете получить студенческую визу, гораздо легче, чем это было до этого, да, ваши дети могут бесплатно учиться в канадских школах и так далее, то есть вы можете себя здесь уже содержать, да, но вас здесь содержать никто не будет, это нужно запомнить, вам никто не будет оплачивать переезд или перелет в Канаду, который тоже очень дорогой, все на ваших плечах и как бы в ваших руках. Поэтому, когда вы едете в Канаду, первое, о чем вы должны подумать, вот просто подумайте физически, окей, завтра я прилетел в Канаду, что я делаю, куда я еду, где я буду жить, будет ли это гостиница, или будет ли это какое-то Airbnb жилье, за которое тоже нужно платить, хотя Airbnb сейчас тоже делает свою программу помощи украинцам, и насколько я знаю, 100 тысяч ночей они готовы оплатить украинцам, то есть, конечно же, вы будете бронировать жилье у Airbnb, да, а владельцам этого жилья Airbnb будет возмещать расходы. Как это все работает точно, я точно не знаю, но, по крайней мере, такую программу они объявили. Да, есть очень много волонтеров в Канаде, которые сейчас помогают и готовы даже принимать к себе граждан Украины, чтобы какое-то время они у них жили, но вы должны понимать, что это все очень временно, да, никто не будет вас месяцами, годами у себя держать бесплатно, кормить и, собственно, таким образом содержать. Вы должны рассчитывать в первую очередь на себя, поэтому вы должны подумать, как вы себя будете здесь обеспечивать. Или у вас остается в Украине мужчина, который не может сейчас физически ехать, он, допустим, работает, продолжает работать, зарабатывать деньги, будет вам их сюда пересылать, вы будете их здесь тратить. Но помните, жизнь в Канаде очень дорогая, Канада одна из самых дорогих стран по жизни, да, здесь очень дорогая недвижимость, здесь дорогая аренда недвижимости. Если вы едете в какие-то более крупные города, Торонто, Ванкувер, стоимость недвижимости очень высокая, может достигать полутора и двух тысяч долларов в месяц за одну квартиру, да. Если вы выбираете поменьше города, здесь может цены варьироваться от тысячи до полутора тысяч, одна-двух спальная квартира, да. Дальше, питание. Сколько вы будете тратить на питание? Здесь можно тратить на семью, на одного-двух взрослых, там пару детей от трехсот до тысячи долларов в месяц. Продукты тоже достаточно дорогие, и они сейчас постоянно дорожают, потому что инфляция тоже растет. Дальше. Как вы себя будете здесь обеспечить с точки зрения медицины? Да, потому что медицина, опять же, очень дорогая в Канаде. Бесплатное медицинское покрытие дается только тем гражданам Украины, которые здесь получают разрешение на работу, то есть Open Work Permit, и с какого-то периода, тоже не с первого дня, они начинают получать покрытие государственное. Это может быть и через три месяца, это может быть и через шесть месяцев. Это зависит от той провинции, в которую вы едете, поэтому вы должны сами узнавать, через сколько месяцев вы получите такое покрытие. До этого времени, скорее всего, вы должны сами себе оплатить специальную страховку, так называемую туристическую страховку медицинскую, пока вы не получите постоянное покрытие. Если вы находитесь в Канаде просто на туристической визе, которая сейчас открывает практически всем украинцам, у вас не будет медицинского покрытия. Я вам даю сайт, в описании есть ссылка на этот сайт. Я лично знаю человека, который занимается этими туристическими страховками, я с ним знаком уже все время, сколько я живу в Канаде, поэтому могу с уверенностью давать вам этот ресурс. Вы на него можете зайти и онлайн просчитать, сколько вам будет страховка. Вы также можете купить эту страховку прямо на этом сайте, заплатив своей кредитной картой, и с первого дня нахождения в Канаде у вас будет это медицинское покрытие. Не дай бог что-то с вами случается, или с вашими детьми у вас есть эта страховка, которая покроет вам расходы, потому что иногда болезнь вам может выйти в несколько тысяч долларов, и просто погубит весь семейный бюджет. А с этой страховкой вам страховая компания возместит все лечение. Более того, если вы, допустим, купите себе страховку на полгода, но через три месяца вы получите государственное медицинское покрытие, вы можете вернуть себе деньги за те лишние три месяца, и вам страховая канадская вернет эти деньги. Но подумайте об этом очень серьезно, чтобы не попасть в очень сложную ситуацию, если, не дай бог, вы здесь заболеете, или что-то у вас с вами, emergency, такое случится чрезвычайно, да, и вам придется обращаться за медицинской помощью. Это очень важные моменты, которые вы должны подумать до приезда в Канаду. Следующий очень важный момент, о котором нужно подумать, это насколько вы знаете английский язык, насколько вы здесь сможете жить. Почему это важно? Потому что вы понимаете, что Канада это англоговорящая страна, несмотря на то, что здесь очень много русскоговорящих, очень много украиноговорящих людей, и вроде бы есть какой-то комьюнити, какая-то диаспора, да, в том или ином крупном городе, но все равно вам жить в англоговорящей среде. Не думайте, что вот вы сейчас приедете и сразу же моментально вспомните все, что вы учили 30 лет назад в школе, и как бы овладеете сразу языком, у вас сразу улучшатся навыки. Нет, такого не произойдет. Если у вас очень низкий уровень английского языка, вам здесь будет крайне тяжело. Да, вы можете там кому-то позвонить знакомым, что-то спросить, что-то вам переведут, но никто с вами не будет постоянно жить, ходить с вами за ручку, везде вам переводить. Да, вам придется самому все равно общаться с людьми. Если вы хотите в Канаде жить долгое время, и более того, здесь оседать и, так скажем, легализоваться, да, то есть переходить на какое-то постоянное резидентство, вам язык по-любому нужен. Вы будете общаться в медицинской сфере, вам нужно сходить в банк, вам нужно позвонить в какую-то там, может быть, телекоммуникационную кампанию, заказать интернет, или заказать карточку мобильного телефона. Вы пойдете в магазин, вам нужно будет общаться. Не думайте, что вы здесь везде встретите русских, и с вами здесь все будут говорить по-русски. Это все-таки не, не знаю, не Польша, это не Турция, да, где очень многие говорят по-русски. Здесь в основном люди говорят на английском языке, как бы это ни звучало смешно, да, но это правда. И не зная английский язык, вы просто будете испытывать каждый день огромнейший стресс, и вот этот стресс, он вам точно не будет добавлять удовольствия. И вот та вот классная Канада, которую вы видите на разных YouTube-каналах, о которой рассказываю я, она сразу превратится в далеко не классную, далеко не улыбчивую, а скорее хмурую, да, потому что у вас постоянно будет стресс, что вы не можете объясниться, вы не можете сказать, что вам нужно, не дай бог возникнут какие-то стрессовые ситуации, там, я не знаю, не дай бог с полицией, не дай бог какой-то инцидент на улице, да, или вам нужно обратиться в emergency, поехать в больницу, вы просто не можете сказать, что у вас болит и что с вами произошло. И это, конечно, очень плохая ситуация. Да, в государственных органах вам иногда могут предоставить переводчика, но опять же, это все очень будет замедлять вашу жизнь и замедлять ваше нормальное существование здесь. Поэтому английский язык очень-очень важен, особенно, конечно же, если вы идете, устраиваетесь на работу. Да, есть какие-то работы, на которых язык, ну, не очень нужен, вы там себе где-то ковыряетесь на складе или, не знаю, уборкой занимаетесь или что-то еще. Но если вы хотите нормально работать, да, на нормальной работе, нормально получать деньги, вам язык просто необходим, без него вы никак здесь нормально не проживете и не испытывайте, пожалуйста, иллюзий, что как-нибудь без языка проживу, ведь и так тысячи людей сюда переезжают и без языка, и мне там знакомые, друзья говорили, что можно и без знания языка в Канаде нормально жить. Поэтому я вас сразу предупреждаю, что или учите очень быстро и интенсивно, да, или, не знаю, каким-то образом реанимируйте его, или вообще как бы не думать о том, что сюда приезжать. Следующий очень важный пункт касается матерей с детьми, которые сейчас приезжают в Канаду. Я знаю, что таких людей будет очень-очень много, особенно с Украины, потому что мужчин сейчас в данный момент, когда я записываю видео, 23 марта, не выпускают физически из Украины, да, за редкими исключениями, конечно, но в большинстве своем мужчины отправляют своих женщин в другие страны, где им сейчас будет безопаснее, с детьми. Поэтому если вы приезжаете, мама, с ребенком или с несколькими детьми, это, на мой взгляд, еще более сложнее. Почему? Потому что в первую очередь нужно подумать о том, как вы здесь будете жить с точки зрения ваших доходов и расходов. Прекрасно, если у вас есть муж, который зарабатывает достаточно денег, он может вам пересылать эти деньги в Канаду, и вы здесь не думаете о том, что вам нужно бежать быстрее на работу для того, чтобы обеспечивать семью. Да, потому что детские сады в Канаде очень дорогие. Здесь нету бесплатных детских садов. Самые дешевые, так скажем, детские сады находятся в провинции Кребек. Да, там можно найти субсидированный государством сад за 150-200 долларов. Однако это тоже нужно очень постараться. И помните, что в провинции Кребек большинство людей говорят на французском языке, хотя, конечно, говорят, что в Монреале можно жить и со знанием английского, но имейте в виду, что французский язык нужен. Поэтому, если вы едете в Кребек, там с садами еще более-менее. Но во всей остальной Канаде сады очень дорогие. Детский сад на одного ребенка в месяц может стоить от 800 до 1300-1500 долларов в месяц на одного ребенка. Поэтому, если у вас два ребенка, вам нужно давать их оба в садик, это огромная просто сумма денег. И даже если вы пойдете на работу и будете одна работать, не факт, что вы столько будете вообще зарабатывать, чтобы просто обеспечить детей хождением в садик. Если дети находятся дома, тогда вам нужно, чтобы вы с ними находились дома или какие-то, я не знаю, родственники, друзья. Но это очень сложная ситуация. Поэтому подумайте об этом заранее очень внимательно. И опять же, в Канаде нет социального жилья. То есть, вам все равно придется платить за какое-то жилье, какую-то комнату. Возможно, поначалу у друзей, знакомых. Потом придется просто снимать. В общем, это тоже очень серьезный момент. Социального жилья нет. В редких случаях вы можете найти, может быть, с кем-то вместе снимать какую-то квартиру, объединившись, и тогда это будет стоить в два раза дешевле. Но опять же, имейте в виду, что если у вас дети уже подросткового возраста, более 12-14 лет, у детей разнополых должно быть разные комнаты. Ну, конечно, за этим никто строго так не следит, но такое есть законодательство. Вот, поэтому это очень важно иметь в виду для мам, которые переезжают в Канаду. Но хорошая новость для мам или семей с детьми, которые переезжают в Канаду, если у вас дети школьного возраста, то они могут учиться в канадской школе бесплатно. То есть, если у вас есть Open Work Permit или Study Permit, который вы получите в Канаде, то тогда ваши дети могут идти в канадскую школу и обучаться, как полноценные все остальные дети. Но имейте в виду, что если у вас уже дети, которые выпускники школ или должны в этом году выпускаться и что-то делать дальше, то если они хотят учиться в канадском колледже или университете, то образование будет, конечно же, платным. У нас нет бесплатного высшего образования, и поэтому образование достаточно дорогое. Они будут учиться как иностранные студенты, и образование будет стоить от 13 до 20 тысяч долларов канадских в год, если это колледж. Если это университет, то это может быть еще дороже. Но сейчас у нас один из наших партнерских колледжей, как я уже говорил в прошлом видео, сделал специальную программу и пошли навстречу гражданам Украины. Те, кто хотят сейчас обучаться в Канаде, в этом колледже можно учиться по ценам, как для местных студентов, и это в 2 или в 3 раза дешевле, поэтому это очень хорошая опция. Если у вас есть дети, которые хотят продолжать образование и хотят получить образование в Канаде, и вы оказываетесь в Канаде, обращайтесь ко мне лично, пишите, я расскажу обо всех этих опциях. Или, допустим, вы хотите получать образование в Канаде для того, чтобы потом работать нормально, вы можете также пройти одногодичную или двугодичную программу обучения, получить местное канадское образование, которое в том числе даст вам преимущество при поиске работы в Канаде. Вот, и зачем вы уже будете работать, вы также можете пройти эти программы образования. Также стоит серьезно рассмотреть переезд в Канаду, если вы едете со своими родителями, да, взрослыми, которые уже не будут здесь работать, а которые, может быть, уже пенсионеры, потому что в Канаде нету никаких больших пенсий, и чтобы получать здесь достойную пенсию, здесь нужно проработать десятки лет в Канаде, и тогда канадское государство будет, конечно, выплачивать хорошую пенсию. Но если вы так просто приезжаете со своими родителями, никто им не будет выплачивать никакие пособия, и вам придется, опять же, их содержать. Поэтому нужно думать о том, где они будут жить. Опять же, для них нужно обязательно будет иметь страховку или дополнительную, или каким-то образом организовывать государственную страховку. Однако это еще сложнее, нежели чем для вас лично. Поэтому это очень серьезный момент, и стоит об этом серьезно задуматься. Также, если вы переезжаете сюда, я уже говорил о стоимости жизни, да. Если говорить в общем и целом, да, на какие деньги нужно рассчитывать, я бы говорил так, что семье из нескольких человек нужно рассчитывать, ну, минимум на полторы-две тысячи долларов в месяц, канадских долларов, для того, чтобы кое-как, я не говорю хорошо, а хотя бы кое-как проживать, оплачивая жилье, оплачивая продукты питания, оплачивая мобильную связь и интернет, и какие-то, ну, жизненно необходимые расходы, в том числе и транспорт, да, потому что транспорт в Канаде вроде как общественный и есть, но он не настолько сильно развит. И если вы живете в огромных городах, таких как Ванкувер или Торонто, то общественным транспортом пользоваться не очень удобно, в том плане, что будет занимать очень много времени на передвижение. А если вы собираетесь работать, то, конечно, скорее всего, вам нужна машина. Если еще и отвозить детей по садикам, по школам, машина очень нужна. Без машины в Канаде очень сложно жить, и если какую-то можно купить самую недорогую машину в Канаде за 2-3 тысячи долларов, но все равно вам оплачивать дорогую страховку, дорогой бензин, дорогой ремонт, и это может тянуть еще несколько сотен долларов в месяц. Поэтому я бы сказал, что если вы переезжаете семьей в Канаду, вам на первое время, на первые несколько месяцев, ну, сразу нужно будет около 10 тысяч долларов, чтобы оплатить жилье за несколько месяцев, чтобы купить какие-то необходимые вещи, какую-то посуду, я не знаю, обустроить просто матрасы, ну, в общем, как-то свой быт немножко наладить, да, 5-10 тысяч долларов уходят просто, вот, вы их просто не заметите, да, поэтому это очень большие деньги. Ну, и также я бы хотел, наверное, задать вопрос, а скорее сказать, да, вот кому, возможно, подойдет сейчас переезд в Канаду по этим упрощенным процедурам для граждан Украины. Напомню, что по условиям этой новой визы податься на нее могут все члены семьи, если хотя бы один взрослый является гражданином Украины. Даже если все остальные члены семьи не являются гражданами Украины, а у них другие гражданства, то все равно такая вся семья может получить эти новые визы и переехать в Канаду. Так вот, если у вас есть друзья или какие-то близкие родственники, да, близкие друзья, которые вам на первые несколько месяцев могут помочь с обустройством здесь, с поиском работы, тогда, возможно, переезд в Канаду имеет смысл. Подходит для тех, кто знает точно, что он быстро найдет здесь работу и начнет зарабатывать деньги, таким образом обеспечивать свою жизнь здесь, да. Если вы уверены в этом, тогда можно всерьез задуматься о том, что нужно приезжать сюда. Ну, или еще те люди, которые очень долго готовились к переезду в Канаду, которые знают, что их здесь ждет, они очень долго хотели этого, да, и пытались пройти по миграционным программам, или долго искали работу, но не могли найти, сейчас для вас, наверное, самое лучшее время, потому что, в принципе, если вы уже готовы к этой жизни, вы знаете, как вы здесь будете жить, у вас хороший английский, тогда для вас, да, наверное, переезд в Канаду будет иметь очень большой смысл, и, по сути, вы реализуете все те цели и мечты, которые у вас были, да. А в противном случае для всех остальных, мне кажется, и я, может быть, так же и поступил, возможно, я бы остался в какой-то европейской стране, где не такая дорогая жизнь, да, где ближе все-таки к своим родственникам, где, возможно, уже есть какие-то друзья, и тогда остаться в одной из европейских стран и жить там, и настраивать свою жизнь таким образом. Кстати, ребята, я прекратил свое видео резко достаточно, потому что вот эта женщина, которая проходила, она ко мне только что подошла и сказала, что ты русский? Я сказал, да. И она начала предлагать свою помощь, она говорит, у меня есть дом, и у меня есть даже место, где приютить какую-то семью, поэтому если какая-то семья приедет сюда, в на наймах, я готова их принять и помочь чем-то, хоть чем-чем я могу, я живу, и мне скучно самой, вот гуляю по набережной, и, пожалуйста, обращайтесь ко мне, дала свой номер телефона, дала свое имя и говорит, звони мне, если у тебя будет какая-то семья, которой нужна срочная помощь, и вот нужно где-то их приютить. В общем, мы с ней поговорили о мировой политике, она высказала свое мнение, почему это все происходит, и в чем мы находимся, и как она сильно не хочет мировой войны, тем более ядерной, чтобы, не дай бог, никто, миллионы людей не погибли. В общем, такой интересный разговор вот просто случился у меня с женщиной, которая проходила, увидела, что я записываю видео, вот, ну, поэтому теперь вы знаете, что здесь происходит. Ну и, друзья, заканчивая это видео, хочу сделать небольшой анонс и рассказать о нашем решении. Мы, когда-то у нас была онлайн-школа, в которой мы записывали очень хороший, полезный онлайн-курс, однако школу мы закрыли еще в прошлом году, сейчас вы не найдете уже этого сайта, не найдете наших курсов, однако мы решили выложить два наших онлайн-курса в общий доступ бесплатно на моем YouTube-канале. Эти курсы мы записывали специально для тех, кто переезжает в Канаду, они касаются именно подготовки к переезду и уже адаптации здесь или обустройства здесь. В этих двух курсах около 40 видеоуроков и почти 20 часов видеоматериалов, в которых мы разбирали очень детально каждый аспект обустройства в Канаде, начиная от поиска жилья, устройства детей, интернет, банки, в общем, все-все-все мы в этих курсах рассматривали. И мы решили выложить, реанимировать, так скажем, выложить эти все видеоуроки на мой YouTube-канал, поэтому постепенно я буду их добавлять, и они будут открываться у вас, вы будете их смотреть. Однако я запишу отдельное, конечно, видео, в котором я расскажу о том, как смотреть эти видео, потому что они немножко устарели, но, тем не менее, много полезной информации в них, и, в общем, они будут появляться. Поэтому я вас призываю подписаться на канал, чтобы не пропускать эти видео. Они, конечно, будут организованы в отдельные плейлисты, но, тем не менее, чтобы вы их не упустили, хорошо, если вы подпишетесь на канал. Также напоминаю, что есть мой телеграм-канал, в котором я сейчас публикую новости какие-то о переезде в Канаду, о новостях Канады, в общем, подписывайтесь на него тоже, там я сейчас, это мой основной канал коммуникации с вами, со всеми. Вот, ну и если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я постараюсь ответить на какие-то из них, потому что иногда их слишком много, у меня сейчас не хватает времени на все поддерживать везде коммуникацию. Но я заранее вам благодарен за то, что вы посмотрели это видео. Если вы оцените, будет еще полезнее, потому что тогда YouTube его порекомендует другим людям, они смогут его также посмотреть. Ну и я вам желаю искренне удачи и такого здравого и взрослого подхода к своим решениям, да, взбесьте, стоит ли вам ехать в Канаду или нет, получится ли у вас здесь жить или нет. В общем, подумайте об этом внимательно, не спешите. Я понимаю, что сейчас иногда нужно принимать решения очень быстро, но они должны быть сделаны и в то же время обоснованы. Поэтому на этом буду заканчивать видео, как обычно у меня получается долгим, но я надеюсь, что полезным для вас. Все, всем удачи, мира и до встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok